Сновидец Иосиф Яков жил в земле Ханаанской, он был уже очень старым, жена его умерла, но Яков не был одиноким, у него было 12 сыновей. Яков любил всех своих сыновей, но одного из них он любил больше остальных. Звали его Иосиф. Братья завидовали Иосифу, потому что Яков очень любил и баловал его. Однажды он даже подарил Иосифу красивый разноцветный кафтан. Иосиф рассказывал отцу обо всем, что делали его братья, и неудивительно, что братья не любили Иосифа. Однажды Иосифу приснился необыкновенный сон. Он видел во сне, что он со своими братьями вяжет снопы в поле, и вот его сноп выпрямился и остался стоять. А снопы его братьев поклонились его снопу. Когда Иосиф рассказал этот сон своим братьям, они очень рассердились. «Неужели ты думаешь, что мы будем кланяться тебе?» — сердито спросили они. «Ты что, смеешься над нами?» В другой раз Иосифу приснился, что он смотрит на небо и видит там солнце, луну и одиннадцать звезд. И все они поклонились ему. На этот раз даже отец рассердился, когда Иосиф рассказал ему свой сон. «Что это за глупости тебе снятся?» — воскликнул он. С этого времени братья еще больше возненавидели Иосифа. Иаков был богатым человеком. У него были большие стада овец и коз. Овцам и козам нужны сочная зеленая трава и свежая вода. Поэтому пастухам приходилось далеко угонять стада, чтобы найти воду и зеленые луга. Сыновья Иакова уходили вместе со стадами, чтобы охранять их. Часто им приходилось подолгу скитаться в поисках зеленых пастбищ. Иосиф же всегда оставался дома. Однажды сыновья Иакова уже много дней пасли стада вдали от дома. Иаков сказал Иосифу. «Иди, найди своих братьев, отнеси им еду и посмотри, здоровы ли они и все ли у них в порядке». Иосиф отправился в путь. Он шел несколько дней, братья уже издали увидели его и начали смеяться над ним. «Вон идет великий сновидец», — говорили они. «Один из них сказал, мне надоели его сны. Да и пришел он, наверное, только для того, чтобы потом дома рассказать отцу, что мы делаем здесь. Давайте убьем его». Другой брат сказал, давайте лучше бросим его в этот высохший колодец. «Хорошая идея», — сказали другие. «Они схватили Иосифа, сняли с него его красивый кафтан и бросили Иосифа в колодец. Затем они сели и стали спокойно есть то, что им принес Иосиф. Вдруг они увидели вдалеке караван верблюдов, который медленно приближался к ним. Это были торговцы, которые держали путь в Египет. «Знаете что, — предложил один из братьев, — давайте продадим Иосифа этим людям. Они увезут его в Египет, и мы его никогда больше не увидим. Сказано, сделано. Братья вытащили Иосифа из колодца и позвали торговцев. «Сколько вы заплатите нам за этого здорового и крепкого юношу?» — спросили они. И продали братья Иосифа за двадцать серебряных монет. Долго смотрели они вслед уходящему каравану. Иосиф, все еще не веривший случившемуся, Печально шел следом за караваном. Потом братья изорвали кафтан Иосифа и измазали его кровью игненка. Красивый разноцветный кафтан, разорванный и окровавленный, выглядел страшно. Когда братья вернулись к отцу, они старались выглядеть печальными. «Посмотри, что мы нашли!» — сказали они и показали отцу кафтан. Не Иосифа ли это одежда? Увидев кафтан, Иаков закричал. «Иосиф мертв! Дикий зверь растерзал его!» Иаков, потеряв Иосифа, очень страдал. Сыновья же его втайне радовали, что избавились от Иосифа. Но братья не знали, что Бог приготовил для Иосифа важное задание, которое Иосиф должен был выполнить в Египте. Но для этого Иосиф должен был еще многому научиться. Иаков долго печалился. Он думал, что никогда больше не увидит своего любимого сына. Он не знал, что на этом история эта не заканчивается. Иосиф в Египте Иосиф жил в Египте. Но его родиной была земля Ханаанская, где жили его отец Иаков, очень любивший Иосифа и его одиннадцать братьев. Жизнь Иосифа была очень тяжелой. В Ханаане он был любимцем своего отца. Здесь, в Египте, он был чужим. Люди показывали на него пальцем и говорили, посмотрите-ка, сразу видно, что это чужестранец. В Ханаане у Иосифа было все, что он желал, потому что его отец был богатым человеком. А в Египте он был продан в рабство одному богатому человеку. Сначала Иосиф был рабом у этого человека, но он так добросовестно исполнял свою работу, что со временем ему стали доверять все более ответственные задания. Так он стал управляющим в доме этого человека. Бог не забыл Иосифа, но он хотел, чтобы Иосиф изменился. Он не хотел, чтобы Иосиф оставался избалованным мальчиком, который невольно ввел своих братьев в грех. Бог хотел, чтобы Иосиф доверял ему, и чтобы он стал человеком, которого бы уважали люди, и на которого можно было бы положиться. Однажды Иосиф был брошен в тюрьму, за дело, которого он не совершал. Но и в тюрьме Бог не оставил его. Тюрьма была страшной, там было темно и сыро. Над смотрищик тюрьмы видел, что Иосиф усердно работает, и поставил его старшим над другими заключенными. Иосиф подружился с заключенными. Как-то раз двоим из них приснились удивительные сны. Они рассказали их Иосифу. «Бог поможет мне понять, что значат эти сны», – сказал им Иосиф. «Через три дня ты будешь освобожден», – сказал Иосиф одному из них. «Прошу тебя, не забудь тогда обо мне и попроси, чтобы меня тоже освободили». Человек этот был виночерпием у фараона и подносил вино к столу фараона. Прошло три дня, и виночерпием действительно освободили из тюрьмы, и он снова стал служить фараону. Но прошло два года, а Иосиф все еще был в тюрьме. Как-то раз фараону приснился необыкновенный сон, и никто не знал, что этот сон обозначает. И тут виночерпи вспомнил про Иосифа. «Я знаю человека, который может истолковать тебе твой сон», – сказал он фараон. «Его бог помогает ему». Фараон приказал привезти Иосифа. «Мне приснился странный сон», – начал фараон. «И мой слуга сказал, что ты можешь истолковать его». «Мой бог поможет мне», – отвечал Иосиф. Фараон видел во сне, что он стоит на берегу большой реки и видит, как семь упитанных коров выходят из воды и начинают пастись. Потом он увидел семь тощих худых коров, тоже вышедших из воды. Эти худые коровы сожрали семь упитанных коров, но остались такими же худыми. И тут фараон проснулся. «Если бы я знал, что означает этот сон», – воскликнул фараон. Иосиф отвечал фараону. «Бог хочет возвестить фараону, что семь лет подряд будет хороший урожай, и во всей земле египетской будет изобилие. Ты должен все эти годы копить излишки зерна, так как затем наступят семь неурожайных лет, и люди будут голодать». «Я рад, что Бог возвестил нам об этом», – сказал фараон. «Мы сделаем большие запасы зерна. Для этого нам нужен мудрый человек, который бы возглавил это дело и решил поставить тебя на эту должность». Так Иосиф стал вторым человеком в Египте после фараона. В хорошие урожайные годы он собирал зерно в житнице, а когда наступили тяжелые неурожайные годы, люди приходили к Иосифу и покупали у него хлеб. Даже из других стран приходили люди, чтобы купить хлеба. И в земле Ханаанской, где жили отец и братья Иосифа, тоже наступило тяжелое время. Урожай был плохим, и люди начали голодать. Однажды, когда Иосиф был занят в житницах зерном, он увидел, что в дверь входят его братья. Они не узнали Иосифа и не думали, что этот важный господин, которому они пришли за хлебом, их родной брат Иосиф. Иосиф не сказал им, что узнал их. Он хотел проверить, остались ли они еще такими же злыми, как раньше. Но когда Иосиф убедился, что его братья раскаялись в том, что продали его, он открылся им, сказав, что он их брат Иосиф. Братья сильно испугались, но Иосиф сказал им, не бойтесь, вы же видите, что Бог не оставил меня. Идите домой и привезите моего отца Якова. Я хочу, чтобы вы все жили со мною в Египте, потому что ожидается еще пять голодных лет. Иаков все эти годы думал, что Иосифа больше нет в живых. Как он обрадовался, когда вновь увидел своего любимого сына живым и невредимым. Он был счастлив, живя в Египте. Больше всего радовался Иаков тому, что Иосиф стал человеком, которого все уважали и которому люди доверяли. Бог изменил Иосифа и его братьев. Иаков возблагодарил Бога за то, что он не оставил Иосифа и в Египте и сохранил его. Принцесса и дитя Много израильтян жило в Египте. Но Египет не стал их родиной, а остался для них чужой страной. Египтяне же боялись, что израильский народ овладеет Египтом. И говорили, в нашей стране слишком много израильтян. Скоро весь Египет будет принадлежать им. Фараон, царь египетский, тоже боялся этого. «Надо что-то предпринять», — сказал он однажды. «Их слишком много. Скоро они станут сильнее нас и прогонят нас из нашей страны. Сделаем их нашими рабами. Тяжелая работа утомит их. Они станут слабыми и не смогут воевать с нами». И фараон заставил израильтян выполнять самую тяжелую работу. Они должны были работать с раннего утра до позднего вечера. Израильтяне делали большие кирпичи для постройки египетских городов или же работали на полях под палящим солнцем. Несмотря на то, что им приходилось тяжело работать, и они сильно уставали, они все-таки были сильнее египтян. И египтяне все больше боялись их. «Я знаю, как с ними справиться», — сказал однажды фараон. «Мы будем убивать всех новорожденных мальчиков, чтобы в будущем у них не было молодых мужчин, способных воевать с нами». И фараон дал указ по всей стране. Все израильские новорожденные мальчики должны быть убиты. Израильтяне были очень опечалены. Ведь они любили своих детей и хотели, чтобы их сыновья росли сильными и здоровыми. И вот одна израильтянка, у которой родился мальчик, сказала своей дочери Мариаму. «Я не допущу, чтобы моего мальчика убили. Я хочу, чтобы он вырос большим и стал сильным и умным. Я так сильно его люблю». Она сплела маленькую корзинку, осмолила ее, чтобы она не пропускала воду, положила в нее малыша и спрятала ее в камышах у берега реки. Ее дочь Мариам сидела на берегу и присматривала за ним. Вдруг девочка увидела дочь фараона, которая гуляла по берегу реки. Вместе с ней были и ее служанки. Мариам сильно испугалась и не знала, что ей делать. Она не успела спрятать корзинку в другое место или позвать мать, так как дочь фараона была уже рядом. «Что это?» – спросила принцесса и показала на корзинку. Служанки вынесли корзинку на берег, открыли крышку и заглянули внутрь. Там лежал ребенок. Он улыбнулся, увидев принцессу, и протянул к ней ручонки. «Какой славный малыш!» – сказала дочь фараона. «Это еврейский мальчик. Если я найду женщину, которая бы ухаживала за ним, то возьму его себе». Мариам нерешительно приблизилась к ним. «Я знаю одну женщину, которая смогла бы ухаживать за младенцем», – сказала она. «Я сбегу и позову ее». И Мариам побежала за своей матерью. Дочь фараона не знала, что это мать младенца. «Прошу тебя, возьми этого младенца и ухаживай за ним, пока он не подрастет», – сказала ей принцесса. «Потом я возьму его к себе во дворец. Я назову его Моисеем». Мариам и ее мать были счастливы. Малыш снова был с ними. Теперь никто не посмеет его убить, ведь все знали, что он принадлежит дочери фараона. Моисей подрос, научился ходить и разговаривать. Он был веселым мальчиком и очень любил играть со своей сестрой на берегу реки. Прошли годы. Моисей стал красивым и сильным юношей. Он жил во дворце фараона. Но Моисей знал, что он не египтянин. Он часто наблюдал за израильтянами, которые работали недалеко от дворца. Они выглядели очень замученными и печальными. «Как бы я хотел помочь им», – часто думал он. «Но Бог не забыл свой народ. Он знал, что израильтянам нужен сильный вождь, который вывел бы их из Египта. Бог хотел, чтобы его народ вернулся в страну Ханаан. «Я велю Моисею вывести израильский народ из Египта», – сказал Бог. «И я помогу ему, как много лет назад помог Иосифу». Но это уже другая история. Отпусти народ мой! Свою юность Моисей провел во дворце фараона. Он имел там все, что только мог пожелать. Но Моисей не был египтянином, и его очень волновала судьба израильского народа. Израильтяне были рабами у египтян и должны были изо дня в день тяжело работать. Они делали кирпичи для постройки египетских городов. И если они останавливались, чтобы немного отдохнуть, надсмотрщики их жестоко избивали. Однажды Моисей увидел, как надсмотрщик египтянин избивал израильтянина. Моисей разгневался и так ударил египтянина, что убил его. Увидев это, Моисей испугался, что фараон накажет его, и ушел из города. Он укрылся в таком месте, где никто не знал его. Там он нанялся работать пастухом. Когда он пас овец, он много думал об израильском народе и его судьбе. Однажды, когда Моисей пас овец, он увидел вдали куст весь в огне, но не сгоравший в нем. Как странно, подумал он. Листья, хотя и горят, но остаются по-прежнему зелеными. И вдруг он услышал голос. Моисей, слушай меня. Я Бог Авраама, Исаака и Иакова. Я вижу, как народ мой страдает. Ты должен вывести его из Египта. Пойди и говори с фараоном от моего имени. Моисей испугался. Фараон не послушает меня, сказал он. И он не поверит, что ты, Господи, говорил со мной. Но Бог повелел Моисею пойти к фараону вместе с Аароном, братом Моисея. Они послушались его и пошли.